В семинаре приняло участие более ста человек. Это представители государственных и общественных организаций, комитета по труду, занятости и соцзащите, а также социальные работники, преподаватели и доценты университетов, члены различных союзов и объединений людей с ограниченными возможностями. Брещина подобную встречу в таком масштабе принимает впервые, но многие участники форума уже знакомы друг с другом, сотрудничают не один год и уже давно стали одной большой семьей. Цель и задача этого проекта, само название «Преодолевая барьеры». Это барьеры и языковые, это барьеры среди наших городов, информационные барьеры, языковые барьеры. Ну и самое главное, наша цель и задача объединить ребят с какими-то ограничениями, чтобы вместе делать какие-то программы, вместе активную реабилитацию проводили. Это одна семья, поэтому здесь общение, мы очень много проводим программ. И они встречаются, здесь вот они встретились и общаются именно на этом уровне. И вообще наши семинары проходят не официально, а мы в семейной обстановке. Мы одна большая семья. Большое внимание в рамках прошедшего форума было уделено вопросам создания настоящей безбарьерной среды. Притом, по убеждению самих участников, зачастую дело даже не в каких-то архитектурных или строительных приспособлениях, призванных улучшить условия для передвижения человека с ограниченными возможностями. Нередко общество не принимает таких людей под час, и сами инвалиды также неохотно идут на контакт. И барьер создается в первую очередь на эмоциональном уровне. Его преодоление – важнейшая задача, которую стараются решать и в рамках проекта. К сожалению, барьеры действительно есть, и чаще всего приходится сталкиваться с внутренними преградами, если можно так сказать, интеллектуальными или эмоциональными. Именно такие барьеры необходимо стараться преодолеть в первую очередь и в рамках подобных проектов в том числе. Впереди у организаций, которые сотрудничают в рамках проекта, запланировано еще немало мероприятий, как в информационной, так и в практической части. Одной из лидирующих позиций в списке занимает создание информационного центра, который даст возможность координировать деятельность и общаться даже на расстоянии при помощи телемоста. Чего с нетерпением ждут многие, так как далеко не каждый участник программы может переносить длительные переезды по состоянию здоровья.